Возгорание было зафиксировано примерно в час дня, может быть в полвторого, точнее вот на данный момент я не могу сказать. Пожарные прибыли достаточно быстро, как говорят очевидцы, но спасти практически ничего не смогли. Как вот вы видите, все деревянные конструкции уничтожены целиком. Остался только металлический остов и тот, судя по всему, довольно серьезно поврежден огнем. И насколько его можно дальше эксплуатировать, могут сказать, пожалуй, лишь специалисты. Хотя лично я сильно сомневаюсь. Скорее всего, знаменитый Барнаузский скалодром в Изумрудном уничтожен. Вот что думают о трагедии альпинисты, которые, собственно говоря, занимались много лет на этом объекте. Вся обувь, все веревки, все молотки, все зацепы, все здесь хранилось. То есть это второй дом наш был, как бы мы просто приходили и как бы все оставляли здесь без страха, что здесь кто-то что-то возьмет, заберет. Все сгорело, ничего не осталось. Железяки одни сохранились, как бы и все там. То есть ботинки сгорели, у них только кошки остались, все, больше нет ничего. Насколько известно, скалодром не является частью собственности парка. Он как отдельный объект выделен. Им последние годы занималась Алтайская краевая федерация альпинизма. К сожалению, нам не удалось связаться с ее руководителем, альпинистом Дмитрием Гребенниковым. Он где-то сейчас на очередном выезде, наверное, в горах. Подозреваю, для него это станет настоящим шоком. Поскольку последние годы здесь проводились не только тренировки летние для альпинистов, но самое главное, это была единственная в городе и, пожалуй, в крае полноценная площадка для занятия ледолазанием. Вот здесь заливали ледяную сосульку, так называемую, и по ней передвигались альпинисты. А вот те деревянные конструкции, которые сейчас полностью уничтожены, также были предназначены для этой особой уникальной дисциплины. Ну что ж, почему произошел данный пожар, покажет, конечно же, следствие. Обрати внимание, здесь есть камера наблюдения, которая могла зафиксировать начало этого пожара. Будем следить за расследованием.